МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После того, как это слово вошло в обиход. Ну, доброволец, мы тоже понимаем, что это означает. В любом случае, главное, что это люди, которые помогают жить другим людям. Это очень важный такой элемент. И у нас в гостях люди, которые непосредственно занимаются этим замечательным делом. Александр Шугуров, который часто бывает гостем нашей программы, руководитель волонтерского штаба, старший аналитик управления по работе с молодежью, администрация городского круга Люберцы. И Дарья Черкова, волонтер-наставник волонтерской деятельности. Она занимается 2,5 года. Будет у нас еще один представитель волонтеров. Вот начнем наш разговор. Начну, наверное, первый вопрос Александру. Адресую, почему? Потому что тут же много и психологических моментов, и так далее. Что такое работа руководителя волонтерского штаба? Ну, если в целом, то работа руководителя – это координация волонтеров, это их набор, их обучение, мотивация. Все это в совокупности является непосредственно нашей деятельностью. Ну, так как у меня первое образование психолого-педагогическое, это мне... Вам и карты в руки, да? Мне это очень сильно помогает, да, особенно в части, касающейся мотивации волонтеров, потому что все мы знаем, что волонтерство – это безвозмездное оказание помощи, да, людям, которые в этом нуждаются. И для многих встает первый вопрос – почему я должен заниматься этим бесплатно? Ведь многие за это получают деньги. И наша задача – объяснить детям, объяснить нашему подрастающему поколению, что не только деньгами измеряется в свой склад, да, в развитие вообще в целом страны и государства, а вот этими маленькими делами, которые помогают им развивать... Большой жизни, кстати. Большой жизни, да. Ну, тем не менее, баллы-то они какие-то тоже получают, и без этого. Естественно. Мы об этом еще поговорим. Вот, тем более, что с Александром Александровичем, который часто бывал здесь у нас в гостях, мы и тему волонтерства брали, и вообще тему молодежной политики как таковой, потому что сегодня много говорят о том, как ее правильно вести, и такая сложная тема. Но вот именно волонтерство, которое появилось в силу таких ряда причин, может быть, даже где-то само по себе, как бы в какой-то степени сегодня, вот обретает такую форму направленности, чтобы было понятно, кому помогать, как понять и почему помогать. Ну и подключаем к разговору Дарью Черкову. Дарья, два с половиной года, это вроде немного. Сидела бы себе дома, гаджеты бы игралась, а тут приходится куда-то ходить, кому-то помогать. Зачем вам это? Ну, мне это очень нравится, мы получаем колоссальный опыт, то есть это опыт общения с людьми, это новые знакомства, также мы где-то являемся соорганизаторами мероприятий. Так вот, например, сейчас проходила школа молодежного актива, на которой мы были соорганизаторами, то есть мы помогали ребятам новеньким, мы были координатами движений, то есть у нас было четыре направления, я была наставником на медиа-волонтерстве. Так мы коллеги с вами, да? И мы с ребятами сделали проект, я им помогала, естественно, нам помогали наши кураторы. Ну, я вижу, что уже два с половиной года, совсем вроде бы немного времени. А с чего начиналась ваша волонтерская деятельность? Кто-то вам что-то сказал, вы пришли или сами как-то начали волонтерить? Ну, вот изначально я занималась в школе, мы устраивали какие-то мероприятия в школе, то есть концерты, за это нам проставляли волонтерские часы, ходили в приют, помогали с собаками. А потом у меня одноклассник ездил на мероприятия, ему очень... Ну, он рассказал мне свои впечатления. Понравилось? Да, ему это очень понравилось, и я решила, что я тоже хочу съездить, и мне это прямо попало в самое сердце. И втянулось, в хорошем смысле этого слова. Как говорится, добрым слухом земля полнится. Александр, скажите, вот мы понимаем, что, опять же, есть два направления. До сих пор у нас в памяти, да, вот это волонтерство всеобщее, когда ковид к нам пришел, где волонтерили, ну, по возможности все, да, от мала до велика, потому что, ну, даже сейчас трудно так уже вспомнить все это. Вернее, может быть, даже не хочется, но некоторые люди действительно все это время просто не выходили из дома, им привозили еду и так далее. И тогда, конечно же, большая часть людей столкнулась, а, с тем, что хотят помогать, и, б, с тем, что, а как правильно помогать. То есть можно сказать, что сегодня вы регулируете немножко этот процесс, направляя его такое, ну, в правильное русло. Понятно, что помощь разная нужна, но вы немножечко точки эти рэперные проставляете. Ну, здесь все зависит от той волонтерской организации, которая занимается помощью. Вот наша волонтерская организация, которая создана на базе управления по работе с молодежью, которая является региональным штабом волонтеров Подмосковья, это учрежденная губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым организация, мы для себя определили три основных направления, в которых мы помогаем. Первое – это событийное волонтерство, то есть это организация проведения культурно-массовых спортивных мероприятий на территории округа и не только. Наверное, самое интересное. Самое интересное, да. Для молодых, да. И для детей это интересно из-за того, что они уже являются соорганизаторами. Вот как сейчас Дарья сказала, что они вклиниваются в процесс подготовки к мероприятию, проведения мероприятий. И что обычный человек, который пришел как гость невиден, они это видят изнутри. Они включаются в эти моменты. Ну, кстати, могут и профессию потом в этом выбрать, да? Кто-то там продюсером станет, кто-то танцевать начнет, кто-то петь и так далее. Конечно, это вот основное, да, что им это дает колоссальный опыт. Второе направление – это эко-волонтерство. Экология. Экология, да. А тут что можно волонтерить? На данный момент у нас мы занимаемся высадкой деревьев, уборкой территории и парковой, и придомовых территорий. Помимо этого мы помогаем также бездомным животным, помогаем приютам для животных, которые находятся у нас на территории округа. Ну, это, мне кажется, тоже интересная тема, потому что, когда вот со студентами общаешься, да и, наверное, со старшеклассниками, тема собачьих приютов очень популярна. У нас, ну, вообще в стране их довольно много, но, опять же, приют – приюту рознь, и приют, он создается иногда некими людьми, которые, ну, не могут много денег в него вложить, там нужна помощь. Вот вы же были, да, в такого рода приютах? А что вы там делали? Мы помогали гулять с собаками, то есть мы их выгуливали. Выбрали собачку? Да, и выгуливали. Потом привозили корма и… Кормили их, да? Да. Ну, и вот там, если убраться где-то, нужно в вольере. И, наверное, собачки уже узнавали, вот это может быть, то есть они на время хозяином вас признавали. Ну, там тоже собаки бывают разные, то есть каким-то собакам пускают, каким-то, ну, то есть они, что они злые, к ним не пускают. Вот которые добрые, те, да, уже потом, то есть когда приезжаешь третий, четвёртый раз, они уже узнают уже прям с радостью. Ну, это же, сейчас мы вернёмся ещё к третьему, я помню, но это ведь, наверное, такая сложная всё-таки работа, потому что, ну, с животными и так далее, цапнуть же может. Ну, я люблю животных, мне поэтому это очень… То есть вы с ними можете договориться, да? Наверное, тоже важный момент, потому что не каждый ребёнок, например, может, ну, большинство, но, наверное, не каждый, кто-то не захочет приеду поехать, правильно? Кто-то захочет только концертами, например, заниматься. Ну, и третье направление. Третье основное, ну, как бы тоже направление, это патриотическое волонтёрство, то есть это работа в части помощи на данный момент специальной военной операции, это… Ветеранам. Ветеранам, помощь ветеранам, вот на этой или на следующей неделе мы поедем к ветеранам Великой Отечественной войны. Мы в помощь, там, плюс это участие в различных патриотических акциях, такие как «Свеча памяти» на 22 июня, это участие в праздновании 9 мая, тем более, вот сейчас в преддверии 83-я. Юбилей, да. Мы планируем грандиозные мероприятия именно от нашего управления в части патриотического воспитания молодёжи, это пройдут достаточно крупные масштабные мероприятия на территории. И здесь, как бы, каждый волонтёр, каждый человек для себя решает на те или иные мероприятия, на какие он хочет. Но он может в разных участвовать, например, поучаствовал в концерте, а вот теперь хочу поучаствовать в подготовке к 9 мая, так можно? Конечно. Мы не ограничиваем детей в выборе тех или иных мероприятий, они могут участвовать как только в одном направлении, которым более интересно, а он может участвовать во всех. Но в основном это ребята для себя определяются с определённым направлением, то есть, допустим, событийное, и они участвуют только в организации проведения мероприятий. Кто-то выбирает для себя только экологию. То есть становятся уже профессионалами в каком-то направлении? Да, они становятся уже профессионалами, они уже много что прошли за время, и в другие направления они не всегда подают заявки. А есть ребята, которым, допустим, важна и нужна экология, да, и они видят себя, допустим, будущими экологами. И они записываются и организовываются только в экологические акции, да, и мы таких тоже... Знаете, как говорят, есть такие, которые жучкам что-то нехорошее делают, а есть, которые, наоборот, жучков подбирают, что-то им рассматривают, изучают и так далее. Но если говорить серьёзно, да, мне кажется, что человек, как там, посадил дерево, подрос, значит, семью создал и так далее. Дальше всё как положено идёт по плану. Даша, скажите, пожалуйста, о родителе, как они относятся к тому, что вы занимаетесь волонтёрской деятельностью? Родителям нравится то, что я помогаю людям, то есть они мне помогают. Вот сейчас где-то репетиторов переносят, если на какое-то мероприятие нужно идти. Они меня в этом плане очень сильно поддерживают. Представляете, мне какие неудобства им приходится даже под вас подстраиваться. Ну а они чувствуют, они удивились вообще, потому что всё-таки это когда человек делится собственным временем, помогает, ну так, по большому счёту для обычного человека, каким-то там чужим людям, ну ладно, на концерт. А вот как они, они были удивлены, что у вас такой, какой-то правильный подход человеческий? Ну, изначально, да, они были удивлены этому, но потом они уже стали к этому хорошо, да, относиться и меня уже... То есть они, ну, с радостью относятся к тому, что вы этим занимаетесь. Александр, вот я почему этот вопрос адресую, потому что мы, когда работаем с молодёжью любого возраста, да, начиная там с детского садика, заканчивая уже взрослыми, тем не менее молодыми людьми, родительский вот какой-то контроль существует, потому что ребёнок куда-то едет, ну, не знаю, сажает тоже дерево, мало ли что там с ним происходит. Как вот идёт с родителями сотрудничество? И все ли родители в курсе, что их дети волонтёры? Когда мы только набираем волонтёров, все родители дают согласие на оказание волонтёрской деятельности, это прописано у нас соглашением с родителями, и они это соглашение мы храним у нас в офисе. То есть не просто так? Не просто так, это всё документально зарегистрировано. Помимо этого, если существуют какие-то вопросы у родителей, мы всегда на связи, мой номер есть практически у всех, и любой родитель мне может напрямую позвонить, узнать, где его ребёнок, что с ним и так далее. Он правда волонтёрит или он где-нибудь гуляет, да? Да, были и такие ситуации, что... Ну, дети есть дети, да. Дети есть дети. Я со всеми родителями всегда на контакте. Сейчас у нас планируется тоже большое, так сказать, родительское собрание. Даже такое есть. Мы приглашаем родителей на открытый диалог с нами. Мы рассказываем... На открытый диалог, ведь. Открытый диалог другого характера. Мы им расскажем, чем у них дети занимаются, потому что многие родители даже не в курсе той направленности мероприятий. То есть не в курсе, какие у них замечательные дети, я бы так сказал. Единственное. Единственное, когда мы представляем их каким-то благодарственным письмом или каким-то другим наградам, родители всегда гордятся, многие родители приходят на эти мероприятия вместе с детьми. И поэтому с родителями у нас полное взаимодействие, полный контакт. Ну, отлично. Дарья, мы сейчас с вами прощаемся, на ваше место придет и коллега, и подруга. Скажите, а вот внутри какая-то конкуренция существует? Вот я поеду на этот концерт, нет, я поеду. Как это вот работает? Или у вас как-то, ну, по-дружески все? Нет, у нас на самом деле все по-дружески. То есть с большинством ребят мы даже договариваемся ехать вместе. И если там вот бывает, что, допустим, форма уже закрыта, то мы можем написать Александру Александровичу, и он нас добавит на это мероприятие. Снизойти сможет и добавить, да? Нет, не снизойти, он по-дружески делает. По-дружески, я понимаю. Но вам нравится, потому что все-таки это, ну, есть просто организация, где мы веселимся и отдыхаем, а вы же как бы работаете, вы осознаете, что вы как бы еще и трудитесь в этом направлении. Вы считаете, это поможет вам в выборе дальнейшей профессии? Ну, с профессией я уже определилась. Так, кем же вы хотите быть? Учитель математики. Математики. Математика сейчас в части, да. Но это в любом случае вот то, что я сейчас как наставник, это я общаюсь с ребятами, большинство из них младше меня. И это уже опыт какой-то. Конечно, я их не учу, я их сейчас больше как друг, нежели когда я буду учителем, но все равно это опыт общения. Понятно. Ну, Александр Александрович, мы остаемся еще, да, сейчас сделаем небольшую паузу. Дарья, желаем успехов на волонтер-наставник, это звучит уже само по себе гордо. Потом слово волонтер, может быть, уже уйдет, останется, но идет на второй план и будет просто учитель, наставник, то есть человек, который чему-то учит. Но еще будете рассказывать, что я вот волонтером была или сейчас остаюсь. Спасибо вам большое. С вами мы расстаемся. А с Александром Александровичем встречаемся во второй части нашей программы «Открытый диалог», которая посвящена волонтерскому движению. А именно, 29 октября отмечается День добровольца Московской области. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня говорим о волонтерском движении, о добровольцах, потому что 29 октября отмечается День добровольца волонтера Московской области. Напомню, что в студии у нас Александр Шугуров, руководитель волонтерского штаба, старший аналитик управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберца. Это хорошо, потому что это вот и управление, и именно молодежное направление, что помогает, я думаю, именно волонтерской деятельности. Ну и еще одна героиня нашего сегодняшнего разговора – Сара Рахимова, волонтер-наставник. Три года занимаетесь волонтером. Вы уже ветеран волонтерского движения. Если позволите, Александр Александрович, первый вопрос Саре, тогда адресуем. Вы-то как пришли в волонтерскую деятельность? Я сначала была гостем на волонтерстве. А есть такой, да, гость? От школы. Потом я увидела, что у нас есть в Люберцах волонтерство. И меня это заинтересовало. И я решила тоже стать волонтером. Но это же все-таки говорит о вашем, наверное, характере. Не каждый, наверное, может быть. Наверняка кто-то с вами пришел, но не выдержал. А вы уже три года работаете. Ну, у каждого есть свое, что сможет, что не может. Я этого хотела. Мне это было, да. А вы по какому направлению в основном действуете? Волонтерите в каком? Волонтер, скажем, событийщик. Событийщик. Видите, мы даже названия уже появились такие. Александр Александрович, это вот те самые концерты, организации мероприятий и так далее. Вот. А, кстати, тогда возникает вопрос. Если есть эти три направления, нет ли, скажем, что все приходят и хотят быть событийщиком, а никто не хочет ехать собачек бедных кормить? Такое бывает? Сейчас на данный момент такой сложности у нас нет, потому что у нас охват по городскому округу Люберца. Сейчас порядка 3500 волонтеров у нас зарегистрированных только на сайте волонтеры Подмосковья. В частности, их достаточно много, и есть ли люди, которым интересны и другие направления, и событийное волонтерство. Оно тоже разное, да? Оно тоже бывает разное. То есть кому-то интересна организация, допустим, культурно-массовых мероприятий, кому-то только спортивных. Кому-то интересна, допустим, организация на улице мероприятий, кому-то зимой в помещении. Да. Вот. То есть здесь тоже у нас происходит ротация, но вот те ребята, которые у нас волонтеры-наставники, по каждому из своих направлений, вот Дарья была, она курирует у нас на направлении медийного волонтерства, Сара у нас событийное волонтерство, они у нас присутствуют на всех практических мероприятиях, то есть вне зависимости от того, какие они, какой направленности. То есть вы чувствуете их надежное плечо? Естественно. На них можно опереться? Конечно. Это те люди, которые создают опору нашей организации, которые... Движению фактически волонтерской. Да, которые являются нашей правой рукой, на которых мы можем всегда положиться и делегировать даже часть задач, которые мы не успеваем решить на мероприятии. То есть это достаточно большие и опытные ребята, которые уже прошли огонь в воду медные трубы, и с нами они достаточно давно, и мы в них уверены. Так хорошо, так хорошо, тем более, что возраст наших опытных ребят еще такой маленький, и уже столько хорошего вживую говорят про тебя. Сара, скажите, а вот я и Дарья задавал такой вопрос. Как бы вы обозначили самые главные черты характера современного волонтера, вот именно молодого? Потому что волонтеры разных возрастов бывают. Что должно быть в характере у этого человека? Стойкость. Стойкость. Стойкость, да. Потому что нужно уметь и поговорить с кем-то, и кого-то успокоить, что-то, может быть, пропустить мимо ушей, то, что не нужно, да, где-то, значит, достоять какое-то время, потому что, кажется, уже сил нет, а надо, да. Еще что? Терпение, скажем так. Терпение. Это самое главное. Мне кажется, для молодежи это самое сложное, потому что вытерпеть тут, и не молодой уже в нетерпении всегда, в молодости все время динамика. Так, еще. Еще. Что? Мне кажется, сама улыбка, да, вот это обаяние и у двух сегодняшних наших героинь, потому что я могу смело сказать, что, наверное, волонтеры – это герои своего рода. Почему? Потому что они от многого отказываются в пользу других людей или в пользу вот тех же собак, или в пользу той же экологии. Поэтому даже само ваше общение, сразу ты как-то готов, что надо делать, да? Скажите, что надо делать. Вот вы наставник, что входит в работу наставника? Ну, скажем так, я являюсь наставником и помогаю своему куратору, например. Курировать ребят, они к нам приходят, новые волонтеры, мы объясняем то, что объясняли нам. Вот то, что мы изучали… То есть вы как тренируете их, как правильно делать? Да, объясняем правила, то, что вот нас учили все, что тому, например, три года, и мы учим их, то, что какие обязанности в нам ходят, и какие, ну, то, что самое главное – волонтерство. И мы объясняем это новичкам, которые к нам приходят. Ну, и вот в связи с этим, все-таки, мне кажется, было такое ощущение внезапного глобального волонтерства, тем более мы уже говорили об этом, и с нашим молодежным парламентом мы говорили здесь, с молодежным советом, вот, и с представителями, значит, всяких направлений детских организаций, то есть, ну, есть ощущение, была такая востребованность. И тут появляется такое слово – это мода на волонтерство, или это все-таки уже такое устоявшееся направление, и оно никуда не исчезнет, и будет все время с нами? Я думаю, что это уже стало частью нашей жизни, жизни нашего государства, потому что большая часть волонтеров, они же пришли не только в период ковида, да, вот, допустим, наш праздник, да, День волонтера Московской области учрежден губернатором еще в 2017 году, а организация волонтеров Подмосковья организована еще в 2014, то есть это задолго до ковида. Первым, таким, наверное, массовым привлечением волонтеров – это была Олимпиада в Сочи, когда была нехватка рабочей силы, когда нужно было выполнять большое количество задач, абсолютно разной направленности, и тогда начали привлекать вот волонтерское движение. Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Чемпионат мира по футболу – это было следующее, да, и сейчас это уже часть нашей структуры, часть политики, часть нашей страны. И, кстати, я понимаю, что и два спортивных мероприятия – это и есть события, да? Да, конечно, это тоже как события, спортивные мероприятия, и поэтому сейчас вот мы не представляем свою жизнь без волонтеров, особенно вот сейчас у нас специальная военная операция, которая бросает волонтерам большой вызов, да, это и сбор гуманитарной помощи, и сортировка его, и отправка гуманитарной помощи на фронт, и письма, да, нашим солдатам. Помимо этого, это работа в тылу, да, это помощь семьям бойцов специальной военной операции, плюс это различные, различного рода задачи, которые мы решаем здесь и сейчас, и кроме нас это никто не сделает, потому что где еще найти людей, которые готовы, да, там, тратить свое время за то, чтобы просто им сказали спасибо. И главное, что это не стихийно происходит, все-таки давайте говорить, в 2014 году Олимпиаду, да, там приглашали, люди еще не понимали, что это такое, потом во время того же ковида были какие-то стихийные еще волонтерские движения, а сегодня это все немножечко какой-то такой устоявшийся уже режим, и вот тут возникает все-таки вопрос, с чего мы начинали. Я знаю, что волонтеры, особенно молодые волонтеры, они получают еще какие-то, ну, талибальная система, которая позволяет потом куда-то поступать, да? Как это работает? Волонтерские часы. Да, что это такое? У нас на мероприятии отработанное время, это наши часы, и они помогают нам при поступлении в УЗИ. И вот. То есть увеличивают... Наши баллы, наши баллы к поступлению. Хорошо. А это действительно помогает, на это обращать внимание, вот на вступительных экзаменах и так далее? Смотрите, сейчас в каждом ВУЗе есть своя программа вступительных испытаний и своя программа комиссии. В некоторых ВУЗах принимается волонтерская книжка, в некоторых нет. Мы своим волонтерам говорим сразу, если вы уже определились, куда вы планируете поступать, звоните в приемную комиссию, узнавайте. Допустим... Неужели есть такие ВУЗы, где не принимаются волонтеры? Да, к сожалению, на данный момент это не регламентировано никакими нормативно-правовыми документами. Это на усмотрение ВУЗа уже и ректора каждого учебного заведения. Поэтому в некоторых ВУЗах, допустим, достаточно наличия просто волонтерской книжки с одним мероприятием, им даются уже какие-то баллы. Допустим, в медицинских ВУЗах это от 400 волонтерских часов, только в медицинской направленности они дают какие-то баллы. Ну, это да, это как-то логично, да. И каждый ВУЗ устанавливает вот этот регламент самостоятельно. Но сейчас на территории России более, уже порядка 60% ВУЗов дают дополнительные баллы при поступлении за волонтерскую деятельность. Помимо этого, как часть мотивации, это различные благодарственные письма, начиная от нашего управления по работе со молодежью, заканчивая министерством информации о молодежной политике. Да, дети уже собирают портфолио, причем уже с раннего возраста, и в некотором даже нет еще 18, то есть с 14 лет у нас волонтерская деятельность. А уже стопочка. А уже стопочка, да, там благодарственных писем есть. Поэтому это тоже дает в некоторых ВУЗах плюсы к поступлению. Но самое основное, это дает плюсы им к дальнейшему трудоустройству по той или иной профессии. Ну да, они многое видят, многое могут попробовать. Я почему этот вопрос, Сара, задаю? Потому что кто-нибудь сейчас смотрит из скептиков и говорит, да понятно, они вот эти волонтерские часы ходят, потому что хотят поступить. Вот давайте расскажем, где вот твое персональное человеческое отношение, а где вот какая-то заинтересованность, что все-таки превалирует. Ну... Вот сказали бы вам, например, завтра, что вот ты хочешь в такой-то ВУЗ, и никому там, ну, условно говоря, баллы твои не нужны будут часы. Ну, кому? Вы скажете, все, я ухожу из волонтеров, все, мне это не нравится. Так может быть, нет? А такое, ну, у каждого скажем свое мнение. Кто-то может в это верить, а кто-то не верит. Например, я в это верю и знаю, что это поможет. Это поможет. Ну, и, Александр Александрович, заканчивая потихонечку наш разговор, давайте, наверное, попробуем такой набор очередной объявить, потому что у нас же есть такая возможность. Кто-то сейчас это все послушал, кто-то ради баллов пойдет, часов, кто-то пойдет, потому что интересно поучаствовать в мероприятиях, кто-то действительно набраться какого-то опыта. Как сегодня стать волонтером? Что для этого нужно сделать? Для того, чтобы стать волонтером нашей организации, необходимо в Телеграме найти канал «Молодежь Люберцы». в этом Телеграм-канале у нас есть ссылка на чат внутренний волонтеров, в котором как раз-таки публикуются все мероприятия волонтерского характера, которые проходят у нас на территории городского округа. Там все просто. Вступаете в этот Телеграм-канал. Там есть небольшая шапочка, в которой прописывается, что за мероприятие, когда будет, скольки до скольки, и Яндекс.Форума, которую необходимо заполнить новым участникам. Они заполняют эту Яндекс.Форуму, и они уже попадают внутрь мероприятия, в чат по каждой поездке к каждому волонтерскому. Да, но они, если первый раз, они же должны как-то в организацию еще вступить. Мы же не знаем этого человека. Вдруг он не справится с задачей. Это мы смотрим как раз-таки на первом мероприятии, на которое приходит человек. У нас такого нет. То есть тренировки заранее не производятся? Заранее мы не проводим. Мы изначально даем задачи новым участникам. Реально. Не такие сложные, да. И плюс за ними всегда есть наставники, которые им помогут, подскажут, направят в то или иное. Или скажут, уйди отсюда, ты не с нами, да? Бывало такое? Не было. Не было, да? То есть учили. Ведь наставник же не обучает и так далее. Почему я этот вопрос адресовал? То есть вы еще в той части нашей беседы сказали, что на сегодняшний день сколько там? Три с половиной тысячи. Более трех с половиной тысяч человек. Значит, может быть и больше? Да, на данный момент у нас не все зарегистрированы на сайте волонтеры Подмосковья, а статистику мы ведем конкретно по этому сайту. То есть мы предполагаем, что все-таки людей больше, они могут, может быть, разово поучаствовать, им понравилось, потом, ну, мало ли, там какие-то семейные варианты, а потом опять поучаствовать, а кто-то участвует постоянно, да, и так далее. А тренеров много, вот, наставников? Сейчас у нас 12 наставников. А, так у нас целых два было из 12? Вот, у нас сейчас 12 наставников, каждый из них отвечает за свое направление, то есть у нас есть четкое распределение задач и обязанностей на всех мероприятиях. Они уже изначально все знают, да, кто за что будет отвечать, какие задачи будут выполнять они вместе с их командой. Понятно. И всех волонтеров остальных мы распределяем на вот эти блоки, на группы, за каждым закрепляем наставников, и дальше они уже работают. Ну что, мне остается поздравить вас, да, всех наставников, все ваши 12, кстати, правильное число, поздравить с Днем Добровольца волонтера Московской области, поздравить вас, Александр, с этим, и поздравить, кстати, всех, кто в контакте с волонтерами тоже находится, которые пользуются вашей помощью, потому что это их в какой-то степени праздник, потому что вы им помогаете, и люди друг другу как бы дарят себя, да, в данном случае. Это очень важная история. Ну и, конечно, экологическая составляющая, все то, о чем мы с вами говорили. Желаем вам удачи, желаем вам всего самого доброго. Напомню, что сегодня у нас в программе были Александр Шугуров, руководитель волонтерского штаба, старший аналитик управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберцы. И в этой части программы Сара Рахимова, волонтер-наставник волонтерской деятельностью. Она занимается целых три года и входит в 12 главных наставников вашего движения. Еще раз с праздником. А была эта программа «Открытый диалог». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова